World of Warships — легендарная игра про морские сражения, которая удачно совмещает суровый реализм тактического геймплея и фановые ивенты, где можно как следует оттянуться хоть одному, хоть в шумной кампании. На выбор предоставлены сотни моделей военных кораблей, универсальные крейсеры, шустрые эсминцы, могучие линкоры и улетные авианосцы. Врывайся в эпичные морские баталии World of Warships по ссылке в описании, где всех новичков ждет неделя премиум-аккаунта, крейсер «Аврора» с командиром и миллион кредитов. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! На днях в сети появился первый концепт-арт фильма о Вечных. С уходом Мстителей на задний план эти ребята станут новой прорывной командой киновселенной. Кевин Файги надеется повторить успех Стражей Галактики, и у него есть все шансы. Почему? Об этом мы и расскажем в этом видео. Никаких выдуманных грехов, теорий и пасхалок, только греческая мифология и история комиксов. А еще напоминание. Мы не забыли про обещание выпустить пересказ киновселенной Марвел от Луиса. Напротив, мы ждали цифровой версии Мстителей 4 для необходимых кадров. Так что готовьте свои колокольчики, скоро будет жарко. Ну а пока мы открываем конкурс прогнозов, будет ли четвертая фаза киновселенной успешной без Тони Старка. Делаем ставки, господа, и приступаем к вечным. Вкратце об этих ребятах мы уже говорили. Давным-давно, когда ютуберы не становились тревел-блогерами и создавали интересный контент, жизни на Земле еще не было. Целестиалы, которые, собственно, и показаны на первом концепт-арте фильма, заскучали и решили запилить нечто забавное. Времени это заняло меньше, чем наш пересказ киновселенной от Луиса, и на свет появились вечные и девианты. Первые подразумевались как могучие защитники Земли и молодого человечества. С ними все вышло хорошо, а вот с девиантами не очень. Они слабее вечных, и что самое грустное, уродливей. Целестиалы повернули все так, что каждый девиант обладает случайной мутацией. Иногда они дают суперсилы, но чаще всего это просто уродливый подбородок и фиолетовая кожа. Вы не ошиблись, речь действительно о Таносе. Несмотря на то, что он чистокровный, вечный и обладает их силами, где-то в генах затесался предок-девиант, подаривший парню очаровательную кожицу. Собственно, из-за этого он и был изгоем, ибо все вечные – тотальные красавцы. Суть в том, что целестиалы прилетают на случайную планету и делают там по сотне вечных и девиантов. Первые должны оберегать все виды, а вторые активно размножаться. Их случайные мутации по замыслу создателей создают разнообразие и позволяют моделировать необычные эксперименты. Спустя некоторое время целестиалы возвращаются в мир и оценивают проведенную работу. Если все в порядке, планета живет, если нет – уничтожается. Зачем это делается и по каким критериям происходит отбор, в комиксах обычно не уточняется. Резюмируя все вышесказанное, проясним, что не только Земля, но и почти вся галактика была заселена по такому принципу. Самый яркий пример – Скруллы. Все они – девианты, которые в свое время перебили другие ответвления эволюции, оставив лишь парочку своих вечных. Что случилось с вечными нашей планеты – об этом и расскажет сольник Марвел. Но, само собой, без некоторых базовых особенностей, взятых из комиксов, им не обойтись. В общих чертах мы описали все чуточку раньше, и настало время поговорить о девиантах и вечных, что были заброшены на Землю. С первыми все просто – они жили на Титане и историю уже Тизерил Танос. Также часть добреньких вечных тусила на нашей планете и помогала простым работягам. Практически все они принимались людьми за богов. Вечная Фина также известна как Афина, Зурос как Зевс, Икарий, Икар и примеров очень много. С девиантами аналогия схожа – они в основном ютились под Землей, и лидер Кро считался чуть ли не воплощением дьявола. Целестиалы приходили на нашу планету проверить, как обстоят дела, и частенько это приводило к сражениям. А попутно гайки в колеса вставляли как девианты, так и воинственно настроенные вечные. Лагерь повстанцев находился на Уране, и эта колония яро желала захватить все, что можно. Не исключено, что о такой гражданской войне и расскажет фильм. Даже крох сюжета пока неизвестно, но известны главные актеры и их персонажи. Начнем с Ричарда Мэддена. Звезде шикарного сериала под названием «Телохранитель» досталась роль Икариса. Если вкратце, это Супермен даже по меркам Вечных. А если подробнее, то Икарис – совсем не настоящее имя парня. Это имя его сына. Вместе ребята жили на Крите, отдыхая от забот и проблем. Сына Вечного звали Икар, и батя запилил ему аппарат для полетов. Сынуля не стал ждать инструкций, взлетел, но не смог спуститься назад и умер от кислородного голодания. Уже слышали эту историю? Мы предупреждали, что сюжеты Вечных тесно связаны с греческими богами и мифами. Возможно, в прошлом Икариса звали Дедал, но это уже другая история. А наша в том, что Икарис летает, стреляет лучами из глаз и может надрать задницу всем, кроме Джона Уика. Более 20 тысяч лет он был опорой человечества и защищал его от всех. Во вселенной Марвел знаменитый лабиринт Минотавра был подделкой девиантов. Собственно, как и сам Минотавр. Его успешно разуплотнил Икарис вместе с десятками других засранцев, что желали поглотить человечество. Даже когда большая часть Вечных покинула Землю, Икарис не ушел и продолжил сражаться. Он считается вторым после Зураса Зевса сильнейшим Вечным. Ну а вторым, если не первым по крутости актером проекта, стала Анджелина Джоли. Именитая актриса заявила, что миру нужно больше злых женщин и приняла роль Тэны. Если точнее Финны, ибо русский период, как всегда, беспощаден. Во вселенной Марвел это та самая дочь Зураса Зевса, в честь которой были построены Афины, столица Греции. Она обладает схожим с Икарисом набором способностей и долгое время была лидером Вечных. Но это не главная деталь. Главное в том, что именно Фина в свое время закрутила роман с главным девиантом Кро. И именно оттуда пошел вечно девиантский гибрид, который в итоге привел к рождению Таноса. Не исключено, что киновселенная срежет дорогу и сделает его непроправну Каманжелины Джоли, сдвинув родственную связь поближе. Ведь нам намекали, что мы можем увидеть молодого Таноса в фильме. Но это дело теории, а наш ролик сосредоточен на фактах. И следующий Дон Ли в роли Гильгамеша. У этого парня было много имен. Земная история помнит его как Геркулеса и Самсона, но в итоге его чаще называют Забытым. Потому что на заднице парню категорически не сидится. Он постоянно лезет в дела человечества под различными геройскими псевдонимами, и за это у других вечных считается изгоем. Он даже помогал Мстителям и отгребал от Тора. Забавно, но при всем при этом его все равно ставят в один ранг с Таносом. Правда, в отличие от последнего, Гильгамеш любит использовать телепатию. Говоря проще, должность веселого толстячка-бунтаря в команде надежно занята. Как и должность толерантного лидера, Сальма Хаек, еще одно звездное лицо проекта, сыграет Аджака. В комиксах он был мужчиной. Ну, кого в 2019 году это интересует? В защиту Марвел отметим, что персонаж не самый популярный, и в целом смена пола вообще не проблема. Как и все ребята из списка выше, Аджак успел засветиться в греческой мифологии в качестве героя Троянской войны Аякса. В целом он не слишком примечателен. Парень был классическим вечным, помогал людям, отгребал от Тора и был официальным контактером вечных и их родителей Целестиалов. Но в киновселенной персонаж Сальмы Хаек будет лидером команды. Это официально подтвердил Кевин Файги на минувшем Комик-кон. И с этим связана забавная деталь, ибо в комиксах Аджаксу промывали мозги, превращая в злодея. Учитывая, что в Капитане Марвел и Человеке-пауке лидеры команд уже оказывались предателями, на этот исход можно ставить свои кровные. Настоящая беда связана не с Сальмой Хаек и ее Аджаком, а с другим героем. Лорен Лидлофф сыграет Макари, и здесь ситуация вдвойне смешнее. Мало того, что в комиксах Макари белокожий мужчина, но никак не темнокожая женщина, так вселенная еще и решила сорвать джекпот, сделав его глухим, чего в комиксах не было. Сто процентов годности на Rotten Tomatoes можно вешать уже сейчас. Если бы речь шла о компьютерной игре, Марвел получила бы достижение за максимальную толерантность. Ну а если отвлечься от веселых фактов, в комиксах Макари аналог Меркурия, бога скорости. Ну или Флэша, кому как удобней. Как и остальные ребята, он был спутан с греческими богами и помогал людям, считаясь вестником Олимпа. Макари даже засветился во Второй мировой, где сражался с нацистами, на стороне которых выступал главный девиант Кро. Как и Икарис, Макари остался на нашей планете после того, как большинство вечных ее покинуло. А учитывая цвет кожи и пол, исполняющий его роль актрисы, нет сомнений, что в киновселенной это повторят. А еще садомии в происходящее добавит Брайан Тайри Генри в образе Фастаса, Кумаил Нанджани с пока неизвестной ролью и парочка секретных персонажей. На днях всплыли данные о том, что Джемма Чан, уже знакомая нам по Капитану Марвел, и Барри Кеоган также получат определенные роли. Давным-давно ходит слух, что к Вечным присматривается Милли Бобби Браун, и она может стать тем самым мощным сюрпризом, который припасли для трейлера. Но это будет потом, а пока упомянем последнюю, но не по значению актрису, а именно Лию МакХью с ролью Спрайт. После сказанного ранее думаем, что никого не удивит факт, что в комиксах Спрайт был мужчиной. Ну, если точнее, он в десятки раз старше Тора, но заперт в теле 11-летнего мальчика. Киновселенная делает то же самое, но перемещает его в тело девушки. И древняя сущность в юном теле — это не только юмор и злоба для окружающих, это важнейший персонаж, который может изменить все. Ибо Спрайт — сильнейший галлюцинатор среди вечных. Он может делать с разумами все. И однажды малыш стер всем представителям своего рода память, внушив им, что они обычные люди. Зурас Зевса стал бомжем, Макари — врачом, а Серси — девушкой легкого поведения. И, использовав этот сюжет, Кевин Файги легким движением руки может заявить, что пока Мстители геройствовали, вечные были на планете. Просто они не помнили, что они вечные. Легко и ненавязчиво в дело можно ввести новую команду, которая поведет киновселенную в толерантное будущее. Ибо до сих пор ходят слухи, что единственного белого мужчину в составе Вечных сделают геем. Будем надеяться, сюжету это никак не повредит, ибо теперь вы в курсе, насколько интересное путешествие может получиться. Марвел упоминала, что действия первого фильма развернутся в далеком прошлом. И, учитывая первый концепт-арт Целестиалов, мы можем получить лекцию о том, как зародилась жизнь на Земле в киновселенной. А попутно противостояние Вечных с Девиантами, экранизацию греческой мифологии и даже молодого Таноса. И, само собой, Людей Икс, ведь в комиксах намекалось, что ген мутации проявляется в людях как раз из-за экспериментов Целестиалов в далеком прошлом. Зрелище обещает быть интересным, ну а мы надеемся, что наш ролик уже таким получился. Если вы еще не спите, не поленитесь поставить лайк. Физическая активность вас определенно разбудит. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok